Продолжение следует... Всем приветствую. 4 декабря, 7 часов утра по московскому времени. Утренняя комплексная аналитика зоны маржинального обеспечения данные по объемам, данные по опционам. Это берем сдержит СМЕ. И также смотрим данные по толпе и техническую составляющую рынка. Как и вчера, в принципе, очень много неопределенностей. То, о чем говорил. То есть маржинальные тренды указывают нам на локальное ослабление бакса. Но косвенных сигналов на укрепление доллара очень много. И последний час-два показали нам по Ауди, по Новозелу мы эти моменты видим неприятные. Как и вчера, основной акцент будет у меня на японскую иену. Здесь уже есть коррекционный откат минимальный. Но все остальное давайте посмотрим. Сначала определяем тренды, потом будем искать точки входа. По евро маржинальный тренд в лонг. По британскому фунту среднесрочный лонг и внутридневной шорт. Австралийский доллар маржинальный лонг. Но понятно, что работать эту идею мы теперь не будем. По новозеландцу тоже маржинальный лонг. Но, скорее всего, работать не будем. Ена. Вот инструмент, который мне нравится. Жду паттерн. При его появлении буду заходить в позицию. Причем, опять же, даже несмотря на то, что мы завтра можем оказаться где-то вот здесь. Не факт, что вот как вот здесь, да, или как вот здесь произошло. Не будет точки входа, не работаем. Только ждем точку входа. И поэтому по евро сейчас вот прям смотрим. Канада. Маржинальный тренд у нас по паре доллар. Канада шортовый. Разнонаправленность маржинальных трендов по швейцарскому франку. Внутридневной лонг. Среднесрочный шорт. Разнонаправленность маржинальных трендов по мексиканцу. Здесь у нас среднесрочный лонг и внутридневной шорт. По золоту среднесрочный шорт. Серебро тенденцию поменял. В таком серьезном флэте находимся. Третья подряд смена маржинального тренда. Но сегодня уже более интересно поработать на покупку. Нефть. Мы перебили тот максимум, на который я обращал внимание. И сегодня второй инструмент, на который основной акцент, это нефть. Можно уже здесь выставлять лимитку, так как паттерн готов. Чуть позже об этом более подробно разберем, когда будем каждый инструмент смотреть. S&P маржинальный лонг, NASDAQ маржинальный лонг, Dow Jones маржинальный лонг. Поехали искать точки входа. Не забываем все плюхи брать себе. Ссылочки в описании. По пулам у нас битпа тоже ничего не поменялось. Ссылочки в описании. Все, что говорил вчера, все идет и сегодня. Итак, поехали. Евро у нас здесь разноправленность. Что делать? Знать не знаю. 50 на 50 вероятность того, куда же мы пойдем. И поэтому здесь пропускаем, ничего не делаем. Ждем проявления инициативы. Либо с закрепом выше недельной зоны, либо с закрепом ниже 1,2. Что будет, потом мы будем смотреть. По толпе здесь у нас в динамике набор продавцов пошел двухсуточный. Намечается рост. В этот же момент я вижу проблемы с точки зрения достаточно большого количества убыточных покупателей. И довольно плотно так лимиточки у нас здесь расположены. То есть и даже тут мы видим 50 на 50 сигналы. Лучше не делать ничего. По британскому фунту идея вчерашнего дня остается актуальной. Но опять же только после тестирования зоны 1,2.1.26.091. Это наш волшебный колокольчик, после срабатывания которого мы уже будем работать на покупку при формировании паттерна на текущем уровне POC. Либо если POC у нас чуть изменится, окажется ниже, там будем искать этот самый паттерн. Пока точка входа 26.911 после выполнения ранее обозначенных условий. По недостаткам отсутствующая информация. Довольно интересный, серьезный уровень сопротивления нарисовался сверху. Ну и общая покупочка у нас получается, если работать с коротким стопом 0,1 риск. Ну а дальний стоп не позволяет, да, слишком большое соотношение. Поэтому да, 0,1 риск с коротким стопом. Поэтому нам в обязательном порядке еще и нужна реакция вот такая на уровень DEPOC. После теста 1,2 цели. Максимум цель 2 недельных зоны. Данные под толпе по британскому фунту препятствуют тоже этой работе. 0,1 риск максимальный. Препятствует вот такое скопление крупной лимитных позиций. Вот такое крупное скопление убыточных покупателей. Если инструмент пойдет вверх, то локально, временно толпа начнет зарабатывать. Это не совсем правильно. Далее идем. Австралийский доллар. Здесь понятно. Техслон ничего не делаем. Вот здесь пробили. Ждал я, конечно, вот такое движение. И вот то, что сейчас ждем по фунту. Зигзаг на ПОК. Но здесь, правда, ПОК коррекции. По Ауди ждали. Зигзаг на объемах контракта. Подошли. Откадали. Но вот второго пробития не было. Соответственно, и входа не было. Сейчас, когда мы перебили данный минимум. Слишком серьезное такое падение. Ну, понятно, что с вероятностью 99% у нас будет смена маржинального тренда. Но пока ничего не делаем. Не торопимся. То же самое и по новозеландцу. В принципе, да. То есть ждали. Вот здесь паттерн на ПОКе. Да. Но опять же, смотрите, где Депок у нас. Вот он только где изменился. Если говорить о каких-то позициях в лонг, то можно было говорить только после того, как мы теперь вот этот максимум пробьем. Но опять же, улетели вниз. Никакого входа в позицию нет. Удержание недельки. Напрашивается смена тренда. Посмотрим, чем все это дело закончится. В режиме онлайн сделать не открываем. Хаконская иена. Совсем чуть-чуть не хватило нам для того, чтобы зайти в позицию на продажу по вчерашней идее. Потому что мы не дали полноценный коррекционный откат. Хотя, опять же, мне присылали картинки, что заходили раньше срока. Здесь мелкий паттерн был. Кто зашел, поздравляю. Сейчас тоже будем искать точку входа на продажу. И уже есть тестирование диапазона выгодных цен. Обращаем внимание на то, что ПОК у нас пока снизу. К сожалению, он выступает видимой поддержкой. Мы видим, как цена подошла. ПОК изменился. И мы тут же отсюда отлетели. Поэтому хотелось бы изменения. Все-таки ДПОК. Самое главное, чтобы мы не перебили котировку. 150.717. Это точка техслома. И вот такой паттерн в данном месте позволит зайти в позицию на продажу. Цели минимум 148.618. Две недельных зоны вплоть до 145.841. Если есть торговая идея с потенциальной точкой входа, нужно разобраться, какими рисками работать. По технике проблем нет. Минимумы понижаются. Максимумы понижаются. По марже проблем нет. Неделька не удержана. По опционам у нас есть определенного рода проблемы. Экспирация послезавтра. И мы видим, насколько сместилась граница рынка. С 142.17 была. Сейчас 150.079. И поэтому я здесь бы рекомендовал риски сократить. Именно с точки зрения опционного анализа. Так как опять же пытаемся зайти в позицию. Нужно посмотреть, что у нас под толпе. И прибыльные снизу говорят о том, что выгоднее пойти вниз. Стопики собрать сейчас вот так. Мы видим стопы. Поэтому вот эта идея, по крайней мере, до недельной зоны выглядит очень перспективно по толпе. Ну и как итог 0.5 риск. Если здесь появится хороший паттерн, можно использовать иена. Прям жесткую галочку. Смотрим. Доллар Канада. Вот инструмент, который, к сожалению, идет против нашей идеи. Вроде бы депок изменился. Вроде бы пробили зигзагом. Вот она была точка входа. Но, как вы помните, по классическому 1, 2, 3 мы работаем с далеким стопом. Да, стоп не выбит. Но вероятность его выбивания очень-очень серьезная. Потому что изменение депок и закрытие выше этого пок. Плюс еще и выше вот этих объемов. То есть до этого мы как-то держали эти объемы. По крайней мере, закрытие было вот где. Да, потом мы ушли так импульс на вниз. Сейчас вероятность выбивания вот этого стопа очень-очень высокая. Единственная рекомендация, если у вас есть позиции, держите их. Либо стоп, либо тейк. Тут уже никуда не деваться. Риски все подсчитаны были. Вчера они минимальные здесь были. Учитывая отсутствие информации. Учитывая паттерн 1, 2, 3. Который не лучшим образом еще здесь и фильтрация. Да, опять же, депок-то вот здесь должен проходить для идеального паттерна. Далекий стоп, высоковолатильный паттерн. Не лучшее соотношение. По всем этим моментам максимальный риск получался 0,1. Потеряем. Ничего страшного. В будущем будем пытаться отбить этот убыток. Но сейчас говорить о новых продажах будем только, если уйдем ниже вот этой недельной контрольной зоны. Пытаться данные КМ расторговать тоже не совсем правильно. Потому что если мы перебьем текущий минимум, мы опять же будем уже практически возле целей. У каких-то поддержек. Поэтому я отметаю для себя эту вариацию. Пока только вот такую формацию в шор будем работать. А о покупках начнем думать только после закрепа выше, чем зона 1, 2. Швейцарец. Разнонаправленность. Все здесь очень плохо по объемам. Ничего не делаем. Мексиканец. Идея вчерашнего дня остается актуальной. Ждем тест 1, 2. Далее зигзаг на пробитие максимума. 2 декабря и только после этого на откате входим в лонг. А вот нефть. Идея вчерашнего дня. Прям точка входа. Прям лимитку. Идеальная точка входа. Это котировка 68,75. При такой котировке имеем стоп порядка 120 пунктов. Тейк 250 пунктов. Есть соотношение 1 к 2. Второй тейк на недельной зоне 72,865. И далее 76,155. Третий тейк профит. Соотношение хорошее. По недостаткам у нас проблемы с опционами. Хотя вон куда сместилась граница рынка. Но тем не менее длительный период достаточно времени. Мы прям вот где находится сейчас цена. Здесь и была граница рынка по колам. Возьму для себя эту проблему в качестве ограничителя по рискам. Плюс отсутствующая информация. Недостатков 2. Риск максимальный 0,25. Соотношение позволяет. Нефть работает. Золото. Ну это агрессивная идея. Она и остается максимально агрессивной. Хотя как вы помните я вчера говорил. Я вам этого не говорил. Никаких вообще официальных вариаций по золоту нет. Ждем проявления инициативы. Серебро. Смена тенденции. И вот тут можно попытаться поработать. Особенно учитывая факт того, что у нас есть серьезное усиление по объемам одной из дробных зон. Вот у нас раз объемчики среднесрока. Вот у нас два объемчики контракта. То есть небольшую коррекцию ждем. В районе четвертинки. При формировании этого паттерна входим в лонг. В надежде выйти из всего вот этого вот прямоугольничка такого. Вот он какой у нас прямоугольник. То есть по факту мы внутри флета. По факту у нас есть вот такая верхняя граница. И вроде бы мы ее протестировали. И это недостаток на покупку с технической точки зрения. Есть у нас вот такая нижняя граница. И как бы мы пытаемся. Ну может быть не совсем от самого низа этой нижней границы. Вновь поработать в лонг. В надежде что выйдем из этого флета именно вверх. Цель максимум. Цель 2 недельных зоны. Отсутствующая информация. И не совсем приятная видимая картина по вот этому флету прямоугольнику. 0.25 риск. Возьмем. Ждем паттерн. Падение депо коррекции. Если соотношение будет хорошим. Паттерн будет хорошим. То 0.25 риском работаем. Если не очень будет соотношение. Ну и риски. Или паттерн будет плохой. Уменьшаем до 0.1. Пока идея выглядит так. Цели понятны. Направление понятны. Точка входа понятна. Так. Далее у нас новый максимум нарисовался. Он не дал инструмент зайти в позицию вчера. Да. Вроде бы пошел куда нужно. Обновили максимум. И все здорово. Но классической точки входа конечно же не было. Сейчас у нас новый диапазон выгодных цен. Все те же объемы. Ну то есть опять же обращаем внимание в большей степени на 1.2. Здесь объемы контракта. Вот такой паттерн будет максимально интересный. Здесь если у нас будет он. Ждем изменения депок и входим в лонг. И наверное можно довольно крупным риском поработать. Потому что ну посмотрите. Месяц мы держим по сути. Вот как мы вот эту недельную зону мы в нее уткнулись. Да. И вот эта неделька нас держит. Это вот это все покупатели. Которые где-то вот здесь пытались набрать свои позиции. Конкретно 7 ноября. Уровень интересный. Объемы контракта. Здесь же. Очень долго. Ну чисто визуально видим техническую такую проторговку интересную. Поэтому глобальных недостатков нет. Ну может быть только из-за того что медь это инструмент по которому контракты довольно часто сменяются. И мне совсем приятно. Ну 0.5 риск вообще вог. А так глобальных недостатков я не вижу. Чуть ли не в полную силу можно поработать. И вот вторая идейка. Мы прямо сейчас уйдем на перебитие вот этих максимумов. Которые нарисовались вчера у нас на американской сессии. Да. Вот. Вот эти максимумы я имею ввиду. Если мы их перебьем. А откат к пок позволит зайти в лонг. По текущему минимуму если ставить стоп. То это 28 пунктов. Тейк 56. 1 к 2 есть. Ну может там пару пипсов повыше приподнять. И тогда соотношение вообще идеальным будет. Ну повыше я имею ввиду. Не ставить свой стоп туда где стоят стопы у других участников. Все. Вот две идеи. Значит вот здесь можно прям реально первым риском поработать. Вот здесь все таки так как. Ну довольно блин. Близко все это расположено. Я бы брал ну 0.5 риск. Цели максимум. Цели две недельных зоны. Я очень надеюсь на рост этого инструмента. Индекс S&P. Новый максимум. Опять же по Forex может быть мы их не видим. По разным брокерам. Но биржевые котировки для нас самые важные. Вот здесь был экстримум. На который мы обращаем внимание. Этот экстримум перебил предыдущий максимум. Сейчас смотрим на депо. Как делал он у меня очень далеко. Вот так мы пододвигаем депо. И что мы здесь видим. Объемы. Слушайте вот неприятные объемы. Очень. Очень неприятные объемы. Они растут. Они не максимальные. Они растут. Вроде бы четвертинка усилена объемами последнего импульса. И это будет максимально интересно поработать именно от 1.4. Оставим для себя эту формацию. Но по вот этим объемам я риски все-таки немного сокращу. Плюс сокращение рисков мы даем по данным опционов. Видим в убытках находимся. 0.25 значит максимально возможный по S&P. NASDAQ. Здесь что у нас с объемами. Как бы они тоже не перетекли у нас на самый верх. Давайте посмотрим. Да. Все. NASDAQ отменяем вот эту идею. Не смогли зайти от объемов. Сейчас объемы мешают. Потому что любая покупка из текущего диапазона выгодных цен. Это покупка в объемы. Но. Если вы решите поставить вот здесь первый тейк. То от объема в среднесрока. А это значит в районе золотой 1.4. Можно попытаться поработать в лонг. То есть что-то подобное. Как вот здесь. Мы пару пипсов пунктов не дошли. До этой золотой 1.4. Вот здесь если отрисуется подобная ситуация. Входим в лонг. Но первый тейк на объемах. А далее уже берем технические два маржинальных тейка. По недостаткам. По недостаткам. Что с опционами. Опционы далеко. Покупка в объемы. Получается. Это главный недостаток. 0.5 риск максимальный. Меньше можно. Больше нежелательно. Дон джонс. Здесь вот прям все на объемах. При удержанной недельной зоне. При отсутствующей информации. Все это говорит не о том, что я сюда не лезу. По предыдущим инструментам. Индексам. Более приятные ситуации. Лучше работать с ними. Доллар-рубль. Можно в принципе начинать работать вновь в рамках вот этого канальчика. Плюс-минус начинать набирать какие-то позиции. И биткоин. Ну вот она точка входа, о которой мы говорили. Как раз таки в районе зоны 1.4. Стоп. Тейк. Работаем. На этом у меня все. Всем поменьше стопов. Максимум прибыли. Максимум профита. Есть инструменты, на которые нужно сегодня прям максимально внимательно смотреть. Основной посыл от меня это японская иена. Это нефть WTI. Ну и в принципе близки к формированию паттерна и точки входа. И можно довольно крупные риски использовать по меди. Это вот топ инструментов. Ну по всем остальным вариациям мы разобрали. На этом все. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok